Привет, друзья и гости моего канала. Как и обещала, у нас сегодня винегрет. Но здесь он красный у меня. Ну вот как-то вот отсвечивает, почему-то он бледный. А здесь он прям красный-красный. И хлебушек у меня. Ну и моя любимая, конечно, кумин. Кумин, зира моя любимая. Вчера купила пачку. Очень уж я её люблю, но она ещё и полезная. В ней йода много. Всегда они супят в горячее масло, в кипящее. Приятного аппетита! Я вчера этот винегрет уже ночью делала. С вечера сварила и не спится. Я думаю, да, я буду готовить. Лежу, сижу. Всегда у меня блюдо вот так сбоку получается. Да, заметили? И я это заметила. Думаю, нет, надо сделать как-нибудь её винегречик вкусный. Конечно, друзья, у меня капуста не солёная. Сюда бы солёненькой бы капусточкой. Но я огурчики сюда положила. Я покупала в магните огурчики, где, друзья, в вакууме огурцы продаются отсолёные. Какие они вкусные! Вот такие! Я на следующий год буду делать свои огурцы. Такие же точно солёные, как делает Татьяна Казачка. Дневник Казачки. Вот она делает так. На следующий год будет... У меня в этом году не было огурцов. В том году. Ну, вот не уродились, как я вам говорила. Купила у бабушки рассаду. Вот такие вот вот корнишончики. Кураж? Да, 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 кураж. Угу, кураж. Куплю у кореяночки огурчики. Вот корейская рассада. Вот эта хорошая, качественная. В этом году я помидор насолила много. А на следующий год я буду огурцы солить тоже. У меня здесь свекла. Морковочка варёная. Картошечка. Капуста. Ну, капуста, друзья, свежая. Конечно, с солёной капустой он, конечно, вкуснее. И огурчик. Лук репчатый. Меленько-меленько порежала. Хотела яйцо сварить. Сейчас у меня, можно сказать, завтрак. Думаю, ну куда яйцо? Картошка здесь есть. С хлебом нормально. Вот я здесь, друзья, статейку нашла. Ну, у меня лампочка тусклая. Вообще, так горит слабо. И очки я не взяла. Забыла. Вот здесь я нашла статейку, друзья. И называется «Будьте здоровы и любимы». Ну, здесь статейка. Она большоватенькая статейка. Ну, конечно, надо было вам его почитать, чтобы волосы были красивыми. Вот здесь предлагают маски для волос. Значит, ну, давайте я вам одну масочку скажу, чтобы время не занимать. Нанесите молочная маска. Нанесите на волосы сметану, либо кефир, или простоквашу. И можно добавить щепотку соли. Оберните упаковым, а сверху махровым полотенцем. Оставьте на 1-2 часа. Затем смойте. Ну, вот хотя бы вот эту масочку для начала. Вот здесь написано выше. Маска для волос. Настоящая находка для зимнего ухода за волосами. Увлажняющие и питательные маски. Они предоставляют собой витаминный коктейль для волос с витаминами А, С и Е. Питающие волосы и наполняющие их здоровьем и красотой. Ну, вот я вам одну из них сказала. Молочную маску для волос. Надо попробовать. Я не делала. Вы знаете, когда мы жили в деревне, у нас баня своя была хорошая. И вот я... Коровы у нас свои были, по 5 коров. И козы, индюки. Я в каком-то ролике предыдущем... А, это я печки-лавочки говорила. У нас большое было хозяйство. И мы в бане купались, как сейчас помню. Мама всегда мыла. И себе, и мне всегда мыла мама кислым молоком волосы. Как сейчас помню. Постоянно, как баня, мама меня кислым молоком мыла голову. Всё время так делала. Значит... Это 70-е годы. Вот так. Надо попробовать. Ну, а в следующем ролике я вам скажу другую маску. Такой сытый винегрет. Прям вот... Я его так хотела. У нас сегодня небольшой морозец. Ну, наверное, градусов 5. Каток у нас на улице идёшь. Скользко. Прям зеркальная земля. Осторожно, иду. Лёд. Я сейчас поем и поеду вкалать. Пойдём. 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 Продолжение следует... Я, знаете, что я вам хочу сказать? У меня была подписчица, она тоже начинающая, и она ко мне однажды зашла. Наталья, зовут её. Пенсионерка, ну и всё, преподает. И она, значит, зашла ко мне. Привет, привет, давай дружить. Ну и всё, значит, мы с ней это. Она ко мне, я к ней заходила. А потом что-то она пропала. Думаю, глянь, что такое, где она есть? Я, значит, я пишу смс-ку, ой, ну да, комментарии пишу под её видео. А видео... Месяц назад было видео, или два месяца назад было видео. Нет, наверное, три месяца назад. А я ещё думаю, ба-а-а, что это такое? Думаю, что она не снимает-то? А я ей поначалу писала. Я говорю, Наташа, ты что-то так реденько-реденько, говорю, ты выходишь. Она мне пишет. Я привалила в больницу. Думаю, ну ясно. Месяца нету, два нету. Три нету. Я снова зашла, вот, наверное, неделю назад. Да, неделю назад зашла к ней. Пишу ей это самое, комментарии. А потом что-то ниже, ниже, ниже читаю комментарии. И в конце написано, первого декабря Наташеньке не стало. Боже мой, а! Какая она хорошая была, человечек, а! Это просто супер! Умерла. Вот так. Канал назывался Наталья, Наталья. У неё такой пушистый волос. Соломенного цвета. Наталья, Наталья. Канал. И всё. Не стало Наташеньке. И другого канала я чё-то не вижу. Наталья, дневник. Строгая. Может быть, ты меня слышишь, Наташ? Напиши комментарии. Может быть, ты переименовала свой канал? У неё мальчик. У неё влоговый канал. Тоже я её давно не вижу. Всё время я видела её. Она у многих подписана. А я сейчас у многих подписчиков проглядываю, ихние каналы. Нету её. Ну, может быть, правда, название у неё другое. Она, может, поменяла. Какая всемирная сеть? Большая. А сколько блогеров? Несчётное количество, сколько нас, а? Ой. Очень много. Так мне не хочется ехать, кто бы знал. А ехать надо. Прям вот не хочу. Задеваться надо. Ой. По этому гололёду. Теплеет. Как хорошо дома сидеть. Тёпленько. Сейчас будет поел и на бочок. Надо ехать. Но там недолго. Туда и назад. Мне заплатить надо. В Евросеть. Я вчера была в калаче. И забыла. Животопус-то села и меня осенило. Боже мой. А чё ж я глянь, а? А теперь надо катать 70 рублей. Опять надо ехать. Ой, мозги. Куриные. Ну, придётся ехать. Когда можно было это вчера сделать. Это говорит о том, что несобранность. Прежде чем ехать, надо соображать. Думать. Ага, ничего больше мне не надо. Посидеть, подумать. А, наобум. Собралась и поехала. Здрасте. Приехала. Я вашу тётю буду у вас жить. Ай, на лалыкало 20 минут. Друзьяночки, ну пока. Спасибо, что были со мной. Выслушали лалыку. Пока. Пока.